В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. На фоне скандала с самовозгорающимися фаблетами Galaxy Note 7, которые Samsung пришлось полностью снять с производства, стали появляться сообщения о взрывах другого флагманского аппарата компании Galaxy S7 Edge. Как сообщает ресурс Fon Arena, один из случаев буквально на днях произошел в США. Взорвался смартфон Galaxy S7 Edge, который владелец получил две недели назад в обмен на Galaxy Note 7. Отмечается, что аппарат загорелся во время зарядки при помощи штатного зарядного устройства, а не стороннего аксессуара. Представленные фотографии наглядно демонстрируют то, во что превратилось устройство. Ранее в США произошло еще два подобных случая. Также один инцидент зафиксирован в Канаде. Если подобные возгорания Galaxy S7 Edge продолжатся, то Samsung, вероятно, придется задуматься об отзыве и данных смартфонов. Это станет еще одним болезненным ударом по имиджу компании. Продажи умных часов Apple Watch в третьем квартале 2016 года просели на 71,5%, и составили около миллиона единиц. Данные сообщает Интерфакс. Компания Apple не зря старается особо не акцентировать внимание публики на продажах своих умных часов. Несмотря на то, что девайс остается лидером на рынке смарт-часов, назвать количество проданных Apple Watch внушительным, язык не поворачивается. Стоит отметить, что продажи падают не только у Apple, но и у других производителей. В целом, в третьем квартале этого года рынок умных часов просел более чем наполовину. По мнению аналитиков, компаниям, производящим смарт-часы, так и не удалось объяснить пользователям, для чего нужны эти устройства и зачем тратить на них деньги. Ну и напоследок, наша рубрика видео. НЛО из беспилотника соорудил американский изобретатель и режиссер Дэниел Райли. Светодиоды общей мощностью 1000 Вт он прикрепил к дрону и запустил в ночное небо. Подобная конструкция — новое слово в съемке ночных сцен с направленным светом. Обычно для этого используют краны, которые не могут обеспечить такую же мобильность, как дрон. Полученная картинка действительно местами завораживает. Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.